Завадно, да? Советский Союз при проектировании городов учитывал необходимость всех граждан в химических чистках. И поэтому здесь, на пустыре, на химчистке, когда еще польского городка практически-то и не было, было выстроено вот это здание, химчистка. Примерно через 15 лет мы забыли про химчистку, потому что появились автоматические стиральные машины. Но в нашей жизни, опять же, через те же 15-20 лет стали абсолютно привычными дубленки, те вещи, которые были невозможны купить в Советском Союзе, шубы, шапки, опять же, красивая одежда. И все эти вещи, оказывается, нельзя стирать дома. То есть нельзя дома постирать дубленку, нельзя дома постирать шобу. Да и пуховик лучше дома не стирать. Так же, как и подушки, и одеяло. И вот для этого есть химчистки. Так как же это сделано? Точнее, как это делается? Как стираются ваши такие классные вещи? Действительно, как? Кожу с шерстью, если намочить, что будет? Ссядет и сохнется. Для дубленки и шубы вода – это смерть. Подушку и пуховик, в принципе, намочить и высушить можно. Вот только как их потом взбивать? Одеяло или ковер вообще невозможно запихать ни в какую стиралку. Так как же постирать эти вещи? В нашей жизни, уже, наверное, лет 15 назад появились автоматические стиральные машины. Могут ли они полностью решить все проблемы? Семейные. В том числе, постирать, допустим, шубу, дубленку. Нет, все проблемы решить невозможно с помощью бытовой стиральной машины. Так как это очень трудоемкий процесс, и различные вещи делаются с различными материалами. Такие, как, допустим, например, натуральные материалы, из которых сделаны кожи, шубы, дубленки. То есть, такие вещи нужно чистить в специализированных предприятиях, таких как химчистка, лепить, допустим. Так как здесь проводится полностью чистка вашего изделия, также возможны способы хранения различных вещей. Такие, как, например, шубы, шапки, то есть, меховые изделия, которые невозможно хранить в домашних условиях. Так как повреждаются различными молевыми повреждениями, то есть, молевыми личинками, различными жуками, которые употребляют кожу, пищу. Также в химчистке используется чистка от спецодежды. Так как спецодежду очень сложно чистить в домашних условиях, так как это очень большие загрязнения различных технических масел, солидолов, мазутов. Поэтому, то есть, чистить лучше всего спецодежду именно в химчистке. Для этого у нас все имеется. Такие вот машины, допустим, как эта, для химчистки специально предназначена. А крупные вещи, большие одеяла? Часто получается, что... Также можно, допустим, чистить крупные пледы, меховые, те же самые меховые пледы, купайки, которые не простирываются, не чистятся в малогабаритных машинах. Также для организаций, которые непосредственно занимаются крупными предприятиями, где имеются большие объемы спецодежды, есть корпоративные группы. То есть, для них гибкий график оплаты на чистку спецодежды и безналичный расчет. Для меня все-таки понятие растворителя становилось на цитоневой, ацепирите, скипидарии, ну и шестой серии. И, естественно, на спирте. Я просто не понимаю, каким растворителем можно стирать крашеные вещи и не растворить краску. Как и синтетику. Да, может, оно и не надо знать. Как и то, как стираются промасленные спецовки. Стоящие в иных случаях и немало. Нам просто не надо голову ломать, когда есть химчистка. В нашем случае химчистка лебедь. Вы только подумайте, химчистка решает множество проблем. То, что раньше просто выкидывалось или откладывалось в долгий ящик, оказывается, может еще послужить. Ну, шуба, дубленка, шапка опять же. Стирается это все, естественно, в специальных растворителях. Мало того, это специальные стиральные машины. То есть эти вещи будут служить очень долго. И при малейшем загрязнении ваш путь именно сюда, на Московскую 5. Но что мне бы хотелось все-таки заметить. Я все-таки автомобилист. И не очень приятно, когда в мои, пусть даже не самые чистые автомобили, садятся откровенные свиньи. Это я про автослесарей. Иногда я талантливых. Поэтому 2-3 комплекта спецовки, один из которых должен быть всегда чистым. А где постирать? Ну, вот здесь, на химчистке лебедь. Продолжение следует...